Друзья, добрый день! С вами Александр Назаров и мой 32 обзор новостей на рынке недвижимости Новосибирска, России и мира. Самая важная новость прошедшей недели, то что я наконец-то прилетел на Кипр, мы встретились с Леной, очень крепко обнялись и вот я уже несколько дней прохожу климатизацию и даже мы провели уже две рабочие встречи. На самом деле в этот раз поездка не была какой-то такой большим количеством приключений. Из того, что я заметил и для меня там даже показалось диковинку, это в Стамбуле на стойке регистрации полностью отсутствовал персонал. Нужно было самому зарегистрироваться, но здесь ничего сложного вроде бы нет, но потом соответственно самому подойти вот к тому месту, когда мы с вами подходим, передаем билет работнику аэропорта и нас регистрируют, упаковывают багаж и отправляют. Вот все теперь это делать нужно самому. На турецких авиалиниях стоят тоже приборы, типа показывают, что нужно нажать, что сканировать, выскакивает лента, которая показывает тебе, как нужно на багаже надеть, ставишь багаж и он уплывает. И вот тут я, конечно, немножко растерялся, потому что все на иностранном языке и первый раз какие-то такие операции проводить, не с кем проконсультироваться, куда багаж идет, в ту ли страну, в тот ли рейс, летит ли эта лента, вообще непонятно. Ну вроде бы я справился, все нормально. То же самое я столкнулся в Греции, в Афинах. Ну там, по крайней мере, на небольшом количестве, видимо, проходит еще апробацию эта система. Но вот в Афинах, в аэропорту я перенервничал, заряд не перенервничал, потому что мне по почте пришло уведомление от авиакомпании о том, что у меня будет рейс А-01. Ну я пошел искать рейс А-01 и я его не нашел. Говорю, не рейс, а выход А-01. Есть выход А-1, А-2, А-3, А-23, а А-01 нет. Я пошел, спросил, люди пожали плечами, отправили куда-то. Пошел куда-то, там тоже пожали плечами, говорят, это, наверное, все-таки А-1, иди в А-1. Пошел туда, мне сказали, ничего не знаем, иди отсюда. И вот тут я, конечно, начал нервничать, потому что время уже на посадку она подходила, и я весь аэропорт обежал на несколько раз. Потом в итоге выяснил, что все-таки это выход А-1, нужно еще немного подождать, потому что рейс задерживался. И, собственно говоря, так потихоньку-потихоньку я и долетел. В итоге акклиматизируясь каждое утро наши стандартные 5 километров быстрой ходьбы вдоль моря. Потом заплыв 10-15-20 минут, утром, вечером вот вхожу в новый режим, постараюсь угнаться за Леной. Сложно получается, еще температурный режим, но в итоге уже прошло, как я сказал, несколько встреч. Уже мы приглашены на ряд вечеринок, уже запланировано несколько встреч, немного-много дел здесь в пафосе, да и не только в пафосе, в ближайшее время у нас будет. На месте Банка Открытия на Кирово в Новосибирске построят трехпетровую высотку. Наконец-то Домстрой презентовал свой новый проект. Давайте посмотрим, какой он будет. Президиум Городостроительного совета мэрии Новосибирска одобрил проект высотного жилого комплекса, который компания Домстрой планирует возвести рядом со станцией метро Октябрьская на Кирово 44. Застройщик купил участок созданием Банка Открытия в 2021 году. А если мне не изменяет память, по новостям, которые в то время заполонили интернет, стоимостью покупки данного актива – это сумма примерно 600 миллионов рублей. Проект «Тринити Парк» к президиуму Градсовета 17 ноября представил архитектор АПМ Фефелова Станислав Сергеев. Он сообщил, что ЖК будет состоять из трех корпусов, двух жилых и одного гостиничного. Три здания объединить стилобат, а два жилых – подземное пространство с парковкой. 30-этажный корпус высотой 103 метра, разместят на второй линии от Кирова. Фасад небоскреба отделают клинкерной плиткой. На первой линии встанут 25-этажный жилой дом с волнистым стеклянным фасадом и 20-этажная гостиница с панорамными окнами и необычным геометрическим фасадным решением. По словам архитектора, в самом высоком здании предусмотрен детский сад на 41 место. Двор будет закрытым в формате среда без машин. Но, как мы видим, очень нестандартный дизайн, внешний вид жилого комплекса и гостиницы. И, вообще, достаточно смелое такое решение. На самом деле, на мой взгляд, вписывается в общий формат, в общую стилистику улицы Кирова. Много раз мы общались с представителями компании «Домстрой» в свое время, обсуждали, что будет на этом месте. Разные были варианты, разные были концепции. И вот, наконец-то, презентован новый формат. Общая площадь всего комплекса – 27843 кв.м. Площадь гостиницы – 8235 кв.м. Площадь общественных пространств – 4800 кв.м. Всего в ЖК спроектировали 508 квартир, 356 парковочных мест. В подземном уровне между двумя жилыми домами планируют разместить кафе, зону отдыха и зимний сад. В стилобатной части со стороны Кирова будут магазины и рестораны. Стройка никак не затронет сквер Закаменский, расположенный по соседству, обещал Сергеев. Въезд в ЖК предусмотрели с улицы Кирова. На мой взгляд, в этом месте пойдет абсолютно любой проект. Любой проект будет востребован. А вот, если он будет с издюминкой, иметь шикарные и обычные экстерьерные решения, иметь мощную концепцию, будет построена компания, которая берет знаковые награды и, соответственно, строит классные объекты, логично этот проект будет востребован на ура. Понятно, что будет много споров, много каких-то, может быть, и недовольных людей, которые будут комментировать и говорить, что застраивает город непонятно чем и пять очередной проект, и так проехать нельзя и 508 квартир. Но город должен развиваться и, на мой взгляд, Домстрой делает все для того, чтобы город стал красивее, стильнее и хотелось в нем жить. Обратите внимание, что все проекты компании Домстрой, они как картинки. Хочется фотографировать их дома, хочется около них гулять и это просто прекрасно. Единственное, что вызывает лично у меня вопрос в этом проекте, это гостиница, которая была указана, что в этом проекте присутствует, в принципе, на метро Октябрьской нет ни одной гостиницы, но, как мы понимаем, под статусом гостиницы могут быть и апартаменты. Здесь нужно следить внимательно за все-таки следующими новостями. Будет ли здесь гостиница, будут ли здесь апартаменты или это будет все-таки какая-то офисная часть. Ну, давайте мы об этом узнаем чуть позднее. И сегодня я получил небольшой комментарий коммерческого директора компании Домстрой Екатерины Михайловой о том, что визуальная составляющая проекта будет еще дотачиваться и будут стараться сделать максимально лучшее решение как для проекта, так и для города, для жителей, кто будет покупать в этом проекте недвижимость. Разрешение на строительство компания Домстрой планирует получить до конца года, а в феврале следующего года уже приступить к разбору здания Банка Открытия, расположенного на этом участке. Стало известно, кто стал строителем года 2023 в Новосибирске. 14 ноября были объявлены результаты бизнес-премии «Человек года» в Новосибирске. Премия отмечает прогрессивных людей, внесших вклад в развитие отрасли и имеющих чистую репутацию. Лауреатом стал Владимир Наумов, основатель группы компании Домстрой. Наумов получил награду за жилые комплексы Richmond Residence и Державина 50. Главным критерием включения в номинацию был реализованный проект на рынке недвижимости с июля 2022 года по июль 2023 года. Закрытое голосование и выбор победителя проводилось в три этапа экспертным советом. Я присутствовал на экспертном совете, был одним из его участников. Напомню, что премия «Человек года» проводится уже много лет деловым изданием «Деловой квартал». Надо сказать, что в этот раз было очень много известных людей, первые лица крупных компаний, были жгучие дебаты, было вынесено достаточно большое количество претендентов на эту премию. Я сейчас точно не вспомню, но такое ощущение, что это было порядка 15-20 человек. И путем тайного голосования были выбраны претенденты. И вот Владимир Наумов, я считаю, что абсолютно заслуженно стал лауреатом данной премии. Новосибирске запланировали сделать дублер улицы Станционной. На мой взгляд, это просто новости года. Улицу Титова продлят до границы Новосибирска, а через железнодорожные пути также построят путепровод для автомобилей, трамвая и пешеходов. В планах это сделать до 2030 года. Я специально пошел, открыл карту, посмотрел улицу Титова и вдруг обнаружил, что на самом деле это же логическое абсолютное решение. Остался совсем небольшой участок, куда продляя улицу Титова, она выходит на Талмачевское шоссе, сделать на самом деле виадук. И транспортное сообщение, на мой взгляд, очень серьезное в этой локации может улучшиться. Кроме того, на пересечениях улицы Хилохской с Талмачевским шоссе и улицы Петухова должны появиться многоуровневые транспортные развязки. Об этом говорится на схеме проекта планировки данной территории. Информация опубликована на официальном интернет-портале правовой информации Новосибирска. Это тоже крайне необходимое решение для этого участка. Вот этот тещин язык, который убивает весь бизнес в этой локации, грандиознейшие пробки, любая там небольшая авария, которая там может произойти, это просто коллапс создает в этом участке. Мы даже собирались проводить круглый стол с владельцами крупных промышленных территорий в этой локации для того, чтобы выработать какое-то решение, вынести его на совет в город для каких-то идей и решений, улучшений этой ситуации. Но вот что-то начинает двигаться, дай бог, чтобы это начало двигаться, хотя 2030 год достаточно далеко, но надеюсь, мы все до нее доживем. После 2030 года планируется продлить улицу Дукача до Талмачевского сельсовета через железнодорожные пути, планируется построить путепровод. Но тоже небольшое облегчение в районе улицы Станционной, может быть даже серьезное, потому что мы знаем, что вот эти транспортные коллапсы вокруг улицы Станционной, площади труда, как это называется, кольцо ада, да. Нужно, конечно, решать эти проблемы и сделать выезды дополнительные для жителей Ленинского района на улицу Станционную, тем самым сократить их путь до работы и домой. Какие страны авиакомпании чаще всего перевозят на зимовку новосибирцев? Возможностей для таких зарубежных поездок и удаленки стало больше, поэтому многие проводят зиму в теплых странах. Яндекс.Путешествия выяснили, где собираются зимовать жители Новосибирска. Как выяснилось, во время исследования больше всего новосибирцы интересуются длительными путешествиями в Таиланд, ОАЭ, Турцию и Китай. Причем интерес к последнему появился только в этом году. Среди направлений лидируют Бангкок, Пхукет, Дубай и Стамбул. Как уверяют эксперты, в этом году дальние зарубежья, особенно страны Азии, куда россияне традиционно отправляются в холодное время года, стали доступнее для ответственных поездок. В сезоне 23-24 более 50% таких путешествий пришлось именно на эти направления. В прошлом году 42%. Доля стран ближнего зарубежья наоборот сократилась на 8%. Российские направления второй год подряд занимают второе место с долей 34%, рассказали аналитики. Причиной роста популярности зарубежных направлений аналитики назвали новые возможности для путешествий, которые открываются для россиян именно зимой. Так, например, в Шри-Ланке с 7 ноября вступил в силу режим с бесплатными визами для туристов из России. А Таиланд продлил безвизовое проживание для граждан РФ, поезжающих в страну, на срок до 90 дней. Точно, кстати говоря, недавно об этом и мы сообщали. В целом по РФ самыми популярными направлениями для поездок на длительный срок за рубеж. Зимой 23-24 стали Таиланд, Узбекистан, Турция, Индия и Азербайджан. А наиболее популярные направления Бангкок, Пхукет, Стамбул, Баку и Делия. А я вам напомню, что я сейчас нахожусь на Кипре и вы можете зиму точно также проводить и на Кипре. Смотрите, ноябрь, прекрасное солнце. Да, к сожалению, может быть, сложнее стало долетать до Кипра. Да, сложнее стали визовые условия. Но вы можете купить здесь недвижимость всего лишь за 300 тысяч евро, получить статус постоянного места жительства, прилетать на Кипр в любое время года и оставаться на Кипре столько времени, сколько вам нужно. Большая консалтинговая пятерка обновит классификацию офисов. Ну наконец-то! NF Group, CoreXP, ABC Real Estate, Nikolios, Commonwealth Partnership сообщают о старте обновления классификации офисной недвижимости России. Уточняется, что обновление нужно для адаптации критериев классификации к современному рынку. Например, учитываются технологии строительства, показатели энергоэффективности, экологические стандарты, а также качество управления объектами и их обслужения. Обновленную классификацию представится в 2024 году. Ее разработает рабочая группа консультантов-экспертов рынка. Moscow Reserve Forum разработал предыдущую классификацию в 2013 году. Это систематизированный подход к оценке и категоризации зданий на основе различных критериев, применяемые только качественным зданиям, разделяя их на классы А, Б плюс, Б. Я тоже на протяжении буквально двух или трех лет подряд участвовал в просвоении классификации Новосибирским бизнес-центром. И мы, когда проводили классификацию, понимали, что российскую классификацию, разработанную в Москве, на 100% нельзя применять в регионах России. И вводили свои какие-то критерии, поправки на региональную действительность. К сожалению, вот уже много лет в Новосибирске не строятся качественные бизнес-центры. К сожалению, уже никто не занимается в Новосибирске классификацией офисов. Я буквально последние, наверное, пару лет очень горел желанием запустить эту процедуру в Новосибирске, но все, не хватает рук. Тем более, ну, собственно говоря, не строятся офисы и те бизнес-центры, которые были построены 10-13 лет назад и имели класс А, уже, ну, наверное, на самом деле под большим вопросом, а имеют ли они сейчас класс А. Нужно заново очень внимательно проводить тестацию. Но, собственно говоря, пока руки не доходят, мы пользуемся теми данными, которые были разработаны в 2013 году. Стало известно представители какого знака зодиака чаще берут ипотеку. Это просто бомба, а не новость. Исследования. Среди ипотечников преобладают рыбы. Эксперты рынка недвижимости провели глобальное исследование покупателей дорогих квартир по знаку зодиака. Даже те, кто не верят в астрологию, понимают, что простых совпадений не бывает. Если все десятилетие водолеи покупали жилье за собственные средства, а все рыбы с привлечением ипотеки, то, скорее всего, этот тренд продолжится и в будущем. Аналитики изучили портрет покупателя со всех неожиданных ракурсов и представили первое в истории новостроек астрологическое исследование. Так, среди покупателей стабильно преобладают воздушные весы, отличающиеся стремлением к балансу, гармонии, уравновешенности. И козероги – представители знака земли – амбициозные, трудолюбивые и решительные. Оба знака занимают по 11% в общем объеме сделок на высокобюджетном рынке. Считается, что весами управляет планета Венера, что делает их ценителями эстетики, творчества и искусства. Возможно, эти качества и сказываются на выборе жилья. Весы долго принимают решения, оценивая все «за» и «против» и останавливаются на самом эстетичном варианте. Относительно козерогов астрологи прямо говорят, что им важно жить хорошо. Поэтому нет ничего удивительного, что они стремятся иметь роскошный дом и комфортный образ жизни. Лишь немного встают от весов и козерогов представители стихии земли – Девы. А также изменчивый воздушный знак – Близнецы. Это 10% от всех покупателей. Девы очень сообразительны, энергичны, общительны и внимательны к деталям. Это точно. Находясь под влиянием Меркурия, они все контролируют и тщательно избегают ошибок. Десяточку. Поэтому, если представители знака решатся купить квартиру, то вряд ли ошибутся с выбором. И, кстати, обязательно всем об этом расскажут в силу своей природной болтливости. Но тут надо поспорить еще. Девы очень щепетильные и будут, может быть, даже, на мой взгляд, утаивать, скрывать все свои покупки и только выводить нужную им информацию. Ну, я, по крайней мере, такой. А вот воздушные Близнецы, напротив, очень изменчивы, крайне любознательны и подвижны. Новая дорогая квартира, скорее всего, будет продана, и Близнец застремится в неизведанные места покорять новые высоты. Реже всех тратятся на дорогостоящее жилье авантюрные стрельцы, огненные овны и мистические рыбы. Первым порой интереснее вложить личные деньги в путешествия и новые впечатления. Вторые упрямо покупают не то, что дорого и престижно, а то, что нравится лично им и только им. Третьи, самые чуткие мечтательные с максимально развитой интуицией, предпочитают не тратить свои деньги, а принимать дорогостоящие квартиры в подарок. Ну, я думаю, что от подарка никто будет отказаться. Тем более такого. Средний возраст покупателя высокобюджета недвижимости в столице составляет 43 года. Если соотнести возраст со знаком зодиака, то получим интересную картину. Самыми молодыми покупателями дорогого жилья являются козероги. Их средний возраст составляет 36 лет. Управляемые солнцем смелые львы решаются на покупку дорогой квартиры в 40 лет. Овны – в 41. В более солидном возрасте приобретают премиальное жилье Раки в 45 лет. Они действуют под влиянием Луны. Руководствуются безмерной заботой о близких и желанием иметь надежный панцирь, ограждающий от внешнего мира. Стрельцы также обзаводятся квартирой к 45 годам, а вот весы долго оценивают варианты и совершают покупку к 47 годам. Как показало исследование, стрельцы, хоть и решаются на приобретение дорогой недвижимости нечасто, являются самыми состоятельными клиентами. Средний бюджет покупки для данного знака зодиака составляет 37 миллионов рублей. На самом деле не такая-то и большая сумма. Козерог в среднем готов выложить 34,2 миллиона рублей. А мечтатели и напористые водолей под воздействием урана тратят 34 миллиона рублей. Интересно, только ли под воздействием урана. Самый низкий бюджет на покупку премиального жилья 29,4 миллиона. У тельцов стабильных, упорно работающих и степенно движущих цели. Телец непоколебим и никогда не купит лишнюю комнату или ненужную ему гардеробную, потратив ровно столько, сколько нужно. Рыбы платят в среднем 29,9 миллионов рублей, а овны готовы быстро выложить 30 миллионов рублей. Эксперты проанализировали еще один интересный аспект, какие знаки зодиака покупают квартиру полностью на собственные сбережения, а какие предпочитают брать ипотеку. Выяснилось, что наиболее высокая доля стопроцентной оплаты среди водолеев – 62%. Этот знак зодиака не только готов на самые дорогие покупки, но и оплачивает их из своего кармана. Водолей – независимая одиночка, никогда не плывет по течению и надеется только на себя. Среди стрельцов доля полной оплаты составляет 50%. Таким образом, мы видим четкую корреляцию – знаки зодиака с самыми высокими бюджетами покупки квартиры, чаще других выбирают полную оплату. Примечательно, что практически все рыбы, около 100%, являются ипотечниками. Любая рыба интуитивно понимает, что найдутся способы погасить кредит. Возможно, не зря считается, что именно этот знак обладает экстрасенсорными способностями. Почти 79% овнов также предпочитают ипотечные покупки, но руководствуются не мистикой, а импульсивными соображениями. При этом упорный и быстрый овен часто досрочно погашает задолженность. Раки 25% также решаются на ипотечные кредиты и, вопреки своей чувствительности, встречают трудности с оплатой долгой, абсолютно хладнокровной. Очень любопытная статья, я ее практически всю вам прочитал. Можно к этому относиться с юмором, можно на самом деле внимательно еще раз изучить. Ссылку я оставлю в описании к этому видео и использовать в своей работе с клиентами. Это очень важный момент для агентов по недвижимости. Россияне заключили рекордное за 10 лет число сделок с недвижимостью в Испании. Россияне в 2023 году поставили рекорд за 10 лет по сделкам с недвижимостью в Испании, согласно отчету Центра статистической информации Нотариата страны. Согласно ему, в январе-июне 2023 года количество сделок по купли-продаже выросло на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 2137 сделок. Это сопоставимо с пиковыми значениями во втором полугодии 2013 и в первом полугодии 2014 годов. Общее число сделок, совершенных всеми иностранцами за 6 месяцев 2023 года, снизилось на 7,5%. Рост числа сделок наблюдается только у граждан России, Украины и США. Лидерами по количеству сделок с жильем в Испании остались британцы, их доля от общего числа сделок составляет 9,6%. На долю россиян пришлось 3,2%. Не следует сбрасываться с счета, что Испания все еще предлагает программу «Золотая виза», в рамках которой при приобретении недвижимости стоимостью от 500 тысяч евро можно получить вид на жительство этой страны. При этом стоимость недвижимости в Испании, которую покупали и продавали россияне за последние 10 лет, выросла на 24,4%. Следует из данных на период о страны. В январе-июне 2023 года средняя стоимость квадратного метра составила 2293 евро. За этот же период 2013 года она была на уровне 1843 евро. Это были все новости на сегодня. Спасибо, что смотрели. Не буду вас сильно утомлять. Все-таки надо бежать на пляж, а потом мы планируем поехать в горы в одну из деревень. Спасибо, что подписываетесь на канал. Спасибо, что задаете вопросы, ставите лайки, комментируете. Всего вам самого доброго и ждем на Кипре. Здесь всегда лето и можно купаться практически круглогодично. Субтитры создавал DimaTorzok